Друзья, всем привет! Надеюсь, меня видно. Хотела вам показать, поскольку я в доме, хотела показать, что мы доделали потолок. Мы на даче. Сегодня уже у нас понедельник. Это уже, получается, третий день. Мы приехали в субботу после обеда. Вчера доделывали подоконник, потолок, потому что весь день был дождливый. Так что я просто поздороваться. Фу, сумбурно как-то все получается. Немножко отвыкаю от съемок, потому что теперь работаю и некогда мне. Вот, друзья, собственно, потолок. Тут была дырка, кто помнит из прошлых влогов тачных. Лестница еще стоит, потому что там небольшая щелка. Надо вставить такую досочку, которую нужно обрезать лобзиком. А мы тут обнаружили, что лобзик мы, походу, забыли дома. Вот, в общем, тут его не обнаружили, поэтому работа встала. То есть можно было уже и плинтусы приделать, и все как бы было бы закончено. Но не тут-то было. Видите, кота? Точнее, кошку. Вот, и, в общем-то, можно было все прекрасно закончить и уже начать убирать вот эти вот доски, вот этот хлам, потому что половина комнаты – это стройка, а половина комнаты нормальная. Вот, и уже как-то хочется, на самом деле, разобраться и поставить мебель, собрать, и все, чтобы здесь было аккуратненько, и уже в эту комнату всякий такой мусор строительный не тащить. Вот, но пока опять все застопорилось за лобзиком, будем доделывать следующие выходные. Вот, друзья, вчера еще обкопала земляничку, клубничку. Посмотрим, как будет в этом году. Цветет обильно. На некоторых кустиках уже ягодки завязались. Посмотрим, как будет с плодоношением. Луцов пока нету, но посмотрим. Это вот другой сорт. Тоже хорошо цветет, но пока еще ничего, ни одной ягодки я не видела, чтобы завязалась. Посмотрим. Вот, у нас ночью был сильный дождь, так что сыро, много комаров. И что делать, пока не знаем. Вот тут у меня укроп с ретиской. Тоже прорвала траву, но что-то плохо растет. Вот, еще, конечно, косить нужно много. Вот, вчера вон там немножко покосили возле забора, возле калитки, возле парковки. Вот, сейчас пока завтракаем, не знаю, что делать будем сегодня, потому что очень много комаров, очень высокая влажность. И смотрите, сколько ешь ты. Вот, очень много комаров. Высокая влажность, земля мокрая. Вчера, вчера немножко успела костер пожечь, вот эту кучу уменьшить. Так, друзья, всем привет, у нас новый день. Сегодня я уже после работы. Погода радует, а пока погода радует, надо гулять пешком. Нечего на транспорте кататься, поэтому я прогулялась. Зашла в магазин заодно. Вот такой у меня получился чек. Собственно, зашла я за шампунем. Взяла его 5 упаковок, не поверите. Собственно, всем советую. Просто обалденный шампунь. Вот это облепиха Сибирика. Взяла питание и восстановление. По-моему, раз, два, два, три. Три вот таких вот фиолетовых. И два вот таких вот максимальный объем. Вот, собственно, взяла не только себе, но и подружке. Подружка, тебе привет. Напиши мне ВКонтакте. Собственно, Анютка, привет. Напиши мне ВКонтакте, сколько тебе упаковок. Вот. И, ну, какие возьмешь? Синие или зеленые? Или тебе все равно? Вот. Взяла вот такие сережки. Пусеты. По-моему, они называются. Да, пусеты серебряные и золотые. Давно к ним присматривалась. Кстати, шампунь 49, пусеты 19. Давно присматривалась к ним. Серебряные мне понравились, но в прошлый раз их не было. Взяла золотые и серебряные. Дешевые, сердито, вроде бы металл. Аллергии я у себя не наблюдаю пока на китайский металл. Поэтому взяла. В любом случае, 20 рублей не жалко будет. Взяла такой кондиционер. Почему-то его вообще не разбирают. Или наоборот так сильно разбирают, что его снова выставляют на витрину. Срок годности я посмотрела до октября 2019. Здесь вот на шве видно. Стоил 9 рублей. И здесь 200 миллилитров. Это вроде как кондиционер для тела. Но типа геля для душа. То есть его наносишь, ждешь какое-то время, потом смываешь. И еще взяла туалетную воду. Вот такую вот с ароматом чего-то шоколадного, десертного. Такого, что-то мне потянуло на такую тематику. Конечно, это не Франция. У меня есть французские духи с шоколадным ароматом. Конечно, они рядом не стояли с этими. Это соответственно... Здесь, конечно, написано все красиво. Ну, сами понимаете, судя по составу, да, написано Франция. Вроде как. Но если вот здесь посмотреть, то здесь написано производство в Санкт-Петербург. И на первом месте спирт этиловый ректификованный какой-то 75% объема. То есть все остальное это парфюмерия. Ну, для тех, кто не знает, духи обычно используют для тела, скажем так, чтобы свой запах, да, какой-то на теле был. Ну, как говорят, носят на теле. А вот туалетную воду носят на одежде. Поэтому просто мне захотелось шоколадного. Ну, и сейчас вам расскажу главную новость. Те, кто меня смотрит в Инстаграме, кто следят за моей жизнью в Инстаграме, они, наверное, уже в курсе. А кто не в курсе, сейчас расскажу вам секрет последний. И кое-какие подробности. Кстати говоря, недавно еще была в Ашане, просто до кучи увидела. Покажу, купила лак для творчества. Белый, который, по-моему, оказался все-таки с перламутром небольшим. Мне нужен был чисто белый. Я его так и не могу найти. Этот, по-моему, стоил около 70 рублей, хотя цена стояла где-то рублей 40. А вот этот стоил около 50 рублей, хотя тоже цена стояла очень маленькая. И объем здесь совсем милипусичный. То есть вот заодно я тогда брала такие же лаки. И в Фикси объем примерно такой же стоит гораздо дешевле. В общем, ну, мне нужен был зеленый и белый. Вот, так что, а сейчас сюрприз. Друзья, всем привет! Надеюсь, что меня видно. Так, сейчас немножко вас поверну. Просто солнечная погода. И в глаз мне светит солнце. Ну, надеюсь, получится не сумбурно. И так как меня переполняют эмоции, я наконец-то некую позицию, некий пунктик в жизни преодолела. Собственно, в чем моя радость? Хочу с вами поделиться. Опять же, я уже говорила. Кто следит за мной в инстаграме, уже думаю, что в курсе. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка всегда есть в описании под видео. Также я на экране напишу, как меня найти. И, собственно, в чем радость? В том, что... Ох! Вот моя радость! Ой! Не буду их все держать. Собственно, вот так вот выглядит книга. Я, ну, такая сумбурная сумятица в голове. Не судите меня строго, просто на эмоциях. Очень давно, для тех, кто не знает предыстория, да, Я давно пишу и стихи, и рассказы, и как-то даже пыталась детектив написать, но пока не сорослось, пока не закончила, он еще в процессе. Вот. Но никогда не публиковалось нигде, то есть не печаталось. И, как бы, мои произведения читали, читал только какой-то узкий круг людей, то есть это самые близкие друзья. Даже не все родственники читали, так что как-то вот так вот сложилось. И я давно планировала, как бы, напечататься. То есть я искала информацию самостоятельно, да, какие-то издательства, то есть кто бы вот взялся, сколько бы это стоило, какой объем должен быть, то есть какое количество написанного текста должно присутствовать, вообще какого объема должна быть книга, чтобы ее напечатали, чтобы это было не слишком дорого. Алиса крутится вокруг штатива. Поэтому тут надо быть не только смотреть в объектив, но и держать ухо востро. Так вот. И буквально в этом, по-моему, году, да, по-моему, в этом году, я не знаю, каким образом девушки меня нашли вообще, через что, через какие-то литературные форумы, но я практически никогда нигде не упоминала, что я автор. Может быть, один раз где-то случайно как-то или добавилась в какую-то литературную группу, и меня посчитали автором. Не знаю, но каким-то фантастическим образом меня девушки-редакторы нашли и предложили поучаствовать в этом проекте. Проект называется «Искусство в жизнь». Издательский дом «Артсияние». Девушки, по-моему, не так давно существуют, так сказать, на рынке издательского дела. То есть, по-моему, 6 или 7 лет. Может быть, я ошибаюсь. Ссылочку на их сайт я оставлю. Не буду держать, а то отсвечивает. Собственно, ссылочку на издательство я оставлю. Можете познакомиться поближе, почитать более подробную информацию. Не буду врать. Ну, по-моему, 6 или 7 лет они существуют. И каждый год они выпускают такой сборник. Сборник литературный, куда входят произведения молодых, и не только авторов. Ну, скажем так, авторов малоизвестных или совсем неизвестных. И, в общем, мне предложили поучаствовать в этом проекте. И мне, как человеку, который всегда мечтал где-то напечататься, чтобы его напечатали где-то, просто не мог не ухватиться за такой шанс. И я согласилась. Это, конечно, стоило денег. То есть, соответственно, все авторы, я так понимаю, самостоятельно оплачивали издательство. То есть, печать, оформление, это все стоило нам денег, и мы за это сами платили. И теперь к самому интересному. Соответственно, у меня только 7 экземпляров. Я бы хотела их всем раздать, конечно же, поделиться своим детищем, что наконец-то хоть что-то мое опубликовано, что меня теперь люди узнают, обо мне услышат. И многие, кто даже на Ютубе или в Инстаграме, кто на меня давно подписан, не многие, точнее, многие вообще не догадывались, что я пишу, и, может быть, знали только один или два человека, и то случайно. Вот. Поэтому к самому интересному. Экземпляров у меня всего 7. 4 экземпляра остаются у меня. То есть, один мой, и 3 будут розданы при самым близким родственникам и друзьям. И остается 3 экземпляра. 2 пока я не решила, что с ними делать. Вот. Ну, возможно, будет в дальнейшем приобретено еще какое-то количество книг. Не знаю. Пока они, в принципе, недорогие. Просто для себя или кому-то подарить. То есть, я думаю, что, может быть, я еще приобрету парочку, троечку. Не знаю. Вот. И самое интересное. Одна книга. с моим автографом и персональным пожеланием тому человеку, кто получит эту книгу в подарок. Собственно, что я сказала? Книга с моим автографом и персональным пожеланием или каким-то поздравлением. В общем, какое-то послание персональное будет человеку, который получит эту книгу. Эта книга будет разыграна в конкурсе на 500 подписчиков. Как я уже говорила, делитесь моим видео, приглашайте друзей, как-то проявляйте активность. Если вы смотрите, мне, значит, вам интересно. Поэтому как-то, не знаю, распространяйте обо мне информацию в соцсетях. Добавляйте мои видео в понравившись. То есть, чем больше народу ко мне придет, соответственно, сейчас уже мы близимся к 420 подписчиков. То есть, как только у вас будет 500, будет конкурс. Я еще не говорила, не озвучивала, что будет разыгрываться в конкурсе. Но одним из подарков будет эта книга с автографом и персональным поздравлением, пожеланием, персональным посланием от меня. Вот. Так что я очень горда тем, что со мной это приключилось. И это безумно классный опыт и фантастический шанс, который мне выпал. И я очень рада, что я за него ухватилась. Вот. Так что... Еще у меня была мыслишка, я пока не знаю. Может быть, не будет желающих, может быть, будут желающие. В общем, если вы хотите вдруг приобрести мою книгу, ну, не мою книгу, а сборник с моими произведениями, с моим автографом и персональным каким-то посланием, то оставляйте заявку на e-mail либо ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании под видео. Вот. Так что пишите, как вас зовут, из какого вы города, ваши контактные какие-то данные, может быть, телефон. и пишите, что вы хотите книгу с моим автографом. Так. По поводу стоимости я пока точно цену сказать не могу. Не дешевле себе стоимости, скажем так. Цену я подпишу в инфобоксе под видео. Так что, кто хочет приобрести книгу, повторю, с автографом и персональным посланием от меня, пишите мне на почту либо ВКонтакте. И мы, в общем, договоримся, как-то состыкуемся. В общем, я с вами поделилась, я безумно рада. Надеюсь, что это было не очень сумбурно, просто я так воодушевлена, вдохновлена этим событием. И как-то я много лет не писала, у меня был перерыв, и сейчас я снова начала писать. Я очень рада, что ко мне пришло снова озарение какое-то. Наверное, все-таки тоже, когда тебя признают и издают, это дает тебе какой-то толчок в жизни. Вот. Ну, надеюсь, что вы счастливы и рады за меня так же, как я за себя рада. И если так, то ставим пальчики. Мне будет приятно. Пишите комментарии. Я все читаю. Сейчас, к сожалению, не так много времени, чтобы оставлять ответные комментарии, но я стараюсь. Раз в неделю я стараюсь прочитать все и по максимуму ответить на каждый комментарий. Ну, работа, сами понимаете, вообще мне не до компьютера. Вот. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан, написательно на инстаграм. Подписывайтесь, там всегда новости чуть раньше появляются, какие-то такие глобальные. Вот. И увидимся с вами в следующих видео, в следующих влогах, может быть, обзорах, кстати, да, обзоры запаздывают. Ну, в общем, увидимся. Пока-пока. Целую вас. Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо вам,